Школа активы слет творческой молодежи собрала студентов разных институтов и факультетов, которых объединила любовь к декорациям, сцене, музыке. Нет, они не актеры, они начинающие сценаристы и режиссеры. Мы всех их собрали здесь, чтобы дать им еще больше навыков, чтобы дать им еще больше знаний, чтобы рассказать некие тонкости, нюансы режиссерской работы. Организаторами выступили департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом. Сегодня мы хотели бы сделать, точнее вот на этой школе, уклон на режиссуре, потому что многое, конечно же, зависит именно от режиссера, от его постановки, от его задачи. Если как режиссер поставит свою задачу, так и поплывет его корабль института, чтобы поставить студенческую весну. Здесь мы собрали самых-самых, наверное, таких креативных студентов нашего университета, которые занимаются режиссурой, которые горят этим. Участники не только получат полезные знания, но и смогут провести свое время на свежем воздухе. Ведь площадкой проведения школы-актива стал детский оздоровительный лагерь «Байтик». Для студентов были организованы квесты по территории лагеря, а также творческие задания, где они смогли раскрыть таланты и показать свои умения. У нас уже сейчас очень много идей и действительно хочется дальше работать, потому что ту информацию, которую нам дают на мастер-классах, она действительно нужна в практике сейчас уже. И мы ее используем. Берешь тут какие-то продукты, результаты, уже думаешь, как это воплотить в студенческую весну. Например, вчера, конкретно, Рашид нам рассказал, что нужно прям структурировать, от чего нужно отталкиваться, с чего начинать, прежде чем вообще писать сценарий, начинать это все придумывать. То есть для меня была практически как новая информация. Для студентов прошли мастер-классы, где они узнали все об основах режиссуры. Ну, я попытался чуть-чуть объяснить, насколько это возможно за час, какие-то основы режиссуры, первые такие, ну, такая первая медицинская помощь в режиссуре, наверное. С чего надо начинать? Конечно, ему надо учиться 4 года или 5 лет, или всю жизнь. Но какие-то вещи, от каких-то ошибок можно людей спасти советами, если они это будут использовать. После мастер-классов студенты еще долго не могли отпустить спикеров. Задавали вопросы, спрашивали советы, узнавали, какие книги полезно будет прочесть. Школа «Актива» пройдет до 19 февраля. Как только участники вернутся в свой привычный учебный режим, то сразу начнут воплощать свои знания и умения, полученные на творческой школе «Актива». Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова